Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами 43-я грамматика. Мы проходим возвратные глаголы. Тема достаточно большая, я разделила её на маленькие кусочки, и сегодня проходим первую. Давайте посмотрим, что такое возвратные глаголы в русском языке, если вдруг подзабыли. Умываться, обниматься, улыбаться, читаться. То есть это те глаголы, которые заканчиваются на «ся». Я здесь вам дала четыре типа глаголов. Может быть, они и похожи друг на друга, но они отличаются. Если бы мы перевели их во французском, это было бы умываться, обниматься, читаться. И посмотрите, во французском языке глагол «сюрир» невозвратный, потому что вот этого «с» нет. Я сейчас постепенно всё объясню. Почему они разные? Во-первых, смотрите, умываться – это значит умывать себя. Правильно? То есть можно действия совершать по отношению к чему-то. Я могу умывать, например, ребёнка, а могу умывать себя. Это раз. Что такое обниматься? Это когда, ну, представим, что два человека, один обнимает другого, и это значит обниматься, они друг друга обнимают. То есть мы в русском говорим друг друга. Это взаимовозвратный глагол. То есть два человека взаимно выполняют какое-то действие. Глагол «улыбаться» имеет только возвратную форму. Нет глагола «улыбать». То есть кажется, что он возвратный по форме, но никакого вот этого возвратного действия не происходит. В французском языке тоже такой глагол есть. «Сувених». Вспоминать. В русском он невозвратный, в французском – возвратный. Причём глагола «сувених» во французском нет. Просто по форме так совпало, так исторически сложилось. «Читаться» – это глагол возвратной формы, потому что это пассив, пассивная форма. То есть, например, книга читается с интересом, книга читается легко, или, например, это стирается в холодной воде, или так не делается и так далее. То есть мы можем в русском тоже из какого-то глагола делать возвратный в значение вот этой пассивной формы. Не буду вас много этим грузить, потому что мы попозже об этом поговорим. Сегодня нас будут интересовать только вот эти вот настоящие, самые простые возвратные глаголы. То есть когда действие можно по отношению к кому-то выполнять или с собой. Давайте посмотрим по-русски, например, глагол «сувених» и «презон» – «умываться». То есть, чтобы вы понимали, вот это «сё» – это не как в русском «ся». Это настоящее местоимённое местоимение, такое возвратное местоимение. То есть, смотрите, получается, я меня умываю, ты тебя умываешь, он себя умывает, мы нас умываем, вы вас умываете, они себя умывают, и они себя умывают – тоже множественное число – женский род. Просто в французском языке они отличаются, а в русском – нет. Что касается глагола «ля вы», у вас с этим сложностями не должно быть, потому что это глагол первой группы. Вы просто берёте, я умываю, «je love», ты умываешь, «tu love», «il love», «el love», «no love», «vous love», «il love», «el love». И вот, то есть, нам сейчас нужно с вами понять, как сказать «меня», «тебя», «себя», «нас», «вас» и «себя». И это несложно. Почему? Потому что «я меня» – «je me» – вы это «мё» уже видели. «Я меня мою». «Je me love», «ты тебя», «tu te love». «Он тебя», «il se love», «el se love». И точно так же «они себя», «il se love», «el se love». А здесь повторяется, «ну», «ну», «la vous», «vous la vous». Причём я вам действительно рекомендую не говорить, что я умываюсь, а вот уже немножко по-французски думать и говорить, «я меня умываю». «Je me lave». Потому что, когда вы это будете делать, вам в отрицании будет это проще. «Je ne me lave pas», «я меня не умываю». Вот. То есть, так будет интереснее, мне кажется, если вы уже будете свои фразы строить по-французски в голове даже. Давайте прочитаем этот глагол. «Je me lave», «tu te lave», «il se lave», «elle se lave», «nous, nous laveons», «vous, vous lavez», «il se lave», «elle se lave». По сути, вам тут нужно запомнить две формы, как мне кажется, «me» и «te». Потому что в «ну-ну» повторяется, «vous-vous» повторяется, «se lave», «se lave» это уже в инфинитиве даже есть, а вот «me te» можно запомнить. Смотрите, давайте с вами распрягаем глагол «prepare». Это глагол «готовить». Сами, пожалуйста, его распрягайте, «остановите меня», то есть вспоминайте глаголы «перегруппа», а дальше попробуйте проспрягать «se preparer». То есть вы постепенно двигаетесь и вспоминаете, какую форму вы вспомните, такую пишите, потом допишите. Я сейчас не останавливаюсь, перелистываю следующий слайд, у меня там будут ответы. Надеюсь, что вы сами проспрягали. Меня нужно останавливать, делать самостоятельное задание, а потом смотреть ответы. Всё, смотрим ответы, вы сверяйте со своими. Только так будет результат. Получилось, сначала было у нас «je prépare», «я что-то готовлю», «а я к чему-то готовлюсь», «je me prépare», «я меня готовлю к празднику», например. «je me prépare». Дальше. Tu te prépare, il se prépare, nous nous préparons, vous vous préparez, il se prépare, elle se prépare. Давайте еще разпрашиваем. «je me prépare», tu te prépare, il se prépare, nous nous préparons, vous vous préparez, il se prépare, elle se prépare. «je me prépare». «je me prépare», Давайте еще один глагол проспрягаем. Это глагол «couche», кого-то укладывать, например, ребенка укладывать спать, или самому ложиться спать, это «se cuche». Проспрягайте, пожалуйста, сначала глагол «couche», а потом глагол «couche». и сейчас проверим с вами. «je me cucha», tu te cucha, il se cucha, nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche, elle se couche. Давайте еще раз. «je me cucha», tu te cucha, il se couche, elle se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche, elle se couche. И давайте теперь посмотрим отрицание. Отрицание двучастичное, «ne» и «pa». И они ставятся, эти две части, вокруг, вместе с местоимением. Получается «je ne me lave pas». Давайте все произнесем. «je ne me lave pas», tu ne te lave pas, il ne se lave pas, elle ne se lave pas, nous ne nous lave pas, vous ne vous lavez pas, il ne se lave pas, elle ne se lave pas. Но в отрицании мы можем опустить «ne», когда мы говорим или пишем. Такое часто происходит, вот эту «но» сохраняют в очень аккуратной речи, когда какая-то официальная речь или когда кто-то приготовился, вот прям, чтобы с кем-то поговорить. А в обычной жизни даже преподаватель может… То есть это не кажется как-то фамильярно, что мы опустили, но её можно опустить, особенно с возвратными глаголами, потому что уже и так много маленьких вот таких частиц. получается «je me lave pas», «tu te lave pas», «il se lave pas», «elle se lave pas», «nous nous lave pas», «vous vous lavez pas», «il se lave pas», «elle se lave pas». Я вам рекомендую, когда вы это произносите, «я меня не умываю», «я меня не мою», «je me lave pas», вот прям в голове это прокручиваете. Теперь распрягайте, пожалуйста, глагол «se coucher» в отрицании и глагол «se préparer» в отрицании. Выключите меня и распрягайте их. И сейчас проверим с вами. Проверяем. «Je ne me prépare pas», «tu ne te prépare pas», «il ne se prépare pas», «elle ne se prépare pas», «nous ne nous préparons pas», «vous ne vous préparez pas», «il ne se prépare pas», «elle ne se prépare pas». И еще раз бизнес. «Je ne me prépare pas», «tu ne te prépare pas», «il ne se prépare pas», «elle ne se prépare pas». «Nous ne nous préparons pas», «vous ne se prépare pas», «il ne se prépare pas», «elle ne se prépare pas». On va go coucher. Elle se couche pas. Nous ne nous couchons pas. Vous ne couchez pas. Il se couche pas. Elle se couche pas. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас получилось, получилось ли хорошо, выучили эти глаголы, оставляйте мне какие-то комментарии, лайки, чтобы я вообще понимала, что вы со мной, что вы усваиваете то, что нам даём. И я ещё в описании к этому видео дам несколько глаголов возвратных, которые вы можете тоже проспрягать. Всё, до скорого. Вау-вах.